Издание Bloomberg сообщает, что глава Министерства экономики Германии Роберт Хаббек представит чрезвычайный указ, который касается энергетической безопасности ФРГ. В документе утверждается, что Берлин может пойти на крайнюю меру. Божечки страшно, так как приготовьтесь, товарищи, уберите даже на всякий случай от экранов беременных женщин и детей, если Россия запретит экспортировать свой газ. В таком случае правительство Германии примет самое ужасное решение, от которого явно в Кремле еще долго будут плакать и звать маму, а именно возобновить работу угольных и нефтяных электростанций. Они смогут работать на протяжении шести месяцев даже без одобрения парламента. Понимаете, как все серьезно, дорогие россияне, как вам будет стыдно, а потом, когда вы через пару часов закончите смеяться, еще может и челюсть свисти. И да, вот так в Берлине собрались побеждать Путина. Там, например, немецкий производитель автомобилей БМВ заявил об обостановки не только своего производства, но и всей отрасли в случае эмбарго на импорт российского газа. Как отметил член совета директоров компании Милан Неделькович, на это производство приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Прямо вот что случись, снова не переживут дорогие россияне остановку конвейеров элитных немецких автомобилей. Ангела Меркель не допускала использование подобного грозного оружия, берегла Путина. Но вот новое правительство, как видите, готово вообще пойти на крайние меры. Нет, врем, даже хуже. Министерство экономики и защиты климата ФРГ вообще предложило не мелочиться и постепенно, хотя тоже согласитесь чего тянуть, ликвидировать целиком немецкую газовую сеть. Статс-секретарь ведомства Патрик Грайхен попросил представителей коммунальных хозяйств спланировать работу по демонтажу сети, пишет газета Вальтен Сонтак. Ну а в целом жители Европы заплатят из своего кармана только в этом году дополнительно скромные 230 миллиардов евро или почти 2% ВВП еврозоны из-за удорожания энергоносителей, оценила Бумберг. Однако, как видите, нет предела фантазии немецких политиков, как сделать жизнь своих избирателей еще и еще хуже. И это точно не конец истории.